Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Анна Глазунова. Прямо сейчас я познакомлю вас с самыми интересными событиями в жизни Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня в выпуске. Участвую в выборах. В КФУ подвели итоги конкурса на лучшую работу по привлечению молодежи к участию в выборах. Студенты первого курса Казанского Федерального Университета сыграли в «Что, где, когда». Юридический факультет КФУ провел благотворительный балл. 17 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского Федерального Университета подвели итоги республиканского проектно-исследовательского конкурса на лучшую работу в области повышения правовой культуры и привлечению молодежи к участию в выборах. Подробности далее. 18 марта более 7 миллионов молодых российских избирателей в возрасте от 18 до 23 лет получили право впервые проголосовать на выборах президента. В этом году иногородние студенты смогли проголосовать по месту своей учебы, ведь многие избирательные участки были расположены на территории студенческих городков. Тем самым выборы стали более мобильными и привлекательными для молодых сограждан. 17 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ подвели итоги республиканского проектно-исследовательского конкурса на лучшую работу в области повышения правовой культуры и привлечения молодежи к участию в выборах. Участие в мероприятии принял первый проэлектр КФУ Рияс Минзарипов. Применение информационных технологий в работе с молодежью – требование времени. Поэтому один из этапов конкурса проектный направлен на разработку такой программы, который сможет в востребованном формате через соцсети, мессенджеры, видеоблоги привлечь молодежь к выборам. Мы хотим в ходе конкурса, в ходе нашего диалога с молодежью услышать те предложения, которые мы могли бы использовать в работе с молодежью в ходе подготовки и проведения выборов, чтобы повысить интересы и активность участия непосредственно в том числе и в голосовании. Автор лучшей работы получит право на реализацию своего проекта в рамках совместных мероприятий по повышению правовой и электоратной культуры Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и Казанского федерального университета. Диана Ишилова, Александр Юдин, Универньюс. Казанский федеральный университет посетили гости Северокавказского федерального университета в сопровождении заместителя директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Рашата Файзулина. Об этом везите наш следующий сюжет. В КФУ прибыли с визитом гости Северокавказского федерального университета. Проректор по учебной работе Ирина Соловьева, директор Института живых систем Андрей Брацыхин и заведующий кафедрой биомедицины и физиологии, кандидат биологических наук Оксана Анфиногенова. Весь день гостей сопровождал заместитель директора по научной деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рашат Файзулин. Мы сегодня побывали в ряде лабораторий и клиники, перспективной клиники, которая будет открываться. Мы увидели материально-техническое оснащение этих лабораторий и обратили внимание на те возможности, которые открываются, в том числе и для сотрудничества между двумя нашими федеральными университетами. Были обсуждены вопросы реализации сетевого взаимодействия между профильными институтами в части формирования и благоприятных условий для подготовки и переподготовки специалистов в области биологии, медицины и фармации, а также разработка, внедрение и реализация основных образовательных программ высшего образования биологической, медицинской и фармацевтической направленности на базе профильных институтов Северо-Кавказского федерального университета и Казанского федерального университета. Впечатления самые положительные. Несмотря на минусовую температуру за окнами, гостеприимство университета практически согрело нас. И мы очень рады, во-первых, возможности увидеть тот опыт, которым сегодня университет готов к уделиться. Хорошо оборудована лаборатория, очень грамотный персонал, который работает в этих лабораториях. И те возможности, которые сегодня открываются для Казанского федерального университета, они тоже впечатляют. Валерия Амуратова, Ленар Довлицьяров, Универньюз. 14 декабря команда студентов первого курса Казанского федерального университета сыграла в «Что, где, когда». Игроки погрузились в настоящую атмосферу известной телевизионной передачи. Также состоялось подведение итогов фестиваля «Интеллектуальные бои». Подробности в сюжете. В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета первокурсники сразились в интеллектуальную игру «Что, где, когда». В этот раз организаторы решили попробовать новые форматы, провели игру, наиболее приближенную к телевизионной версии. Все как на телепередаче «Волчок», «Зеркальный стол», «Ведущий», а игроки в галстуках и бабочках. За столом оказалась сборная команды. Это первокурсники с разных институтов КФУ. Капитаном стала студентка Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Анжела Мустафина. Против знатоков играл практически весь университет. Вопросы присылали студенты и сотрудники разных институтов и общественных организаций КФУ. Вопросы поэтому из самых разных сфер и студенты из разных институтов. То есть мы стараемся, чтобы наши интеллектуальные социальные были направлены на развитие широкого кругозора у студентов. Со счетом 5-2 победу одержали знатоки. По итогам игры состоялось и подведение итогов фестиваля студентов первого курса КФУ «Интеллектуальные бои». В рамках фестиваля проводятся различные интеллектуальные состязания. Это конкурс «Эссе. Знаешь ли ты русский язык?», конкурс «Эрудит», турнир по дебатам, конкурс «Попади в историю» и, конечно, всеми любимая игра «Что, где, когда». Конкурсные мероприятия проходили с 22 по 27 октября. Ежегодно студенты принимают участие в интеллектуальных состязаниях с большим интересом. Мы очень рады, что интеллектуальные состязания в университете пользуются большой популярностью. Ежегодно в фестивале «Интеллектуальные бои» это турнир для первокурсников и фестиваль «Интеллектуальная весна», который проводит студенты всех курсов, принимают участие более тысячи человек. Победители и призеры получили дипломы и памятные подарки. В общем зачете первое место занял Институт международных отношений. На втором месте Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций. А третье место досталось Институту управления экономикой и финансов. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел конкурс «Профор года-2018». Конкурсанты поделились со зрителями и жюри своими достижениями в общественной жизни. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Конкурс «Профор года-2018» состоялся в Елабужском институте Кафу. Мероприятие стало уже традиционным. В рамках конкурсной программы выступило 8 профоргов, которые представили на СУЗ зрителей жюри свои визитные карточки. Они рассказали о достижениях проделанной работы. И каждый раз для нас это большая возможность увидеть работу ваших лучших профоргов, увидеть еще раз Елабужский университет. Жюри оценивали лидерские качества участников и юридическую грамотность. Кроме того, лучший профорг обязан показывать хорошие результаты в учебе, проявлять себя в творческой и общественной жизни университета. Также были интересные вопросы от жюри, которые помогли нам узнать, в каком направлении нам лучше работать, чтобы стать еще компетентней. Победительницей стала студентка факультета математики и естественных наук Елабужского института Кафу Екатерина Князева. Анна Глазунова, Владислав Сайбеля, Айдар Нурмеев, Универньюз. Казанский федеральный университет – это не только учеба и студенческая жизнь. Юридический факультет Кафу организовал благотворительный бал, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями. Подробнее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете прошел благотворительный бал «Маскарад» юридического факультета. Мероприятие проводится во второй раз. Юридический факультет Кафу ездил в прошлом году. Дело в том, что все мы знаем, что студенты-юристы любят иногда пощеголять в красивых платьях, поэтому мы подумали, что почему бы и не помочь в таком случае детям и объединить, собственно, эти два хороших дела. Для гостей была организована концертная программа. Все участники мероприятия сделали денежные взносы, которые пойдут на благотворительность. Количество участников составило более ста человек. Силы были потрачены немеренно. Дело в том, что это мероприятие объединяет сразу все направления деятельности в нейрофаке. Тут и культура, и благотворительность, и общественная деятельность, и даже спорт в каком-то плане. Все участники наши вкладывают в помощь фонду Анжелы Лавеловой, и за это мы им дарим наши календари с преподавателем нашего факультета. Хоспис 2003 года оказывает всестороннюю помощь детям с онкологическими заболеваниями из Республики Татарстан. Благодаря совместным усилиям медицины и благотворителей удается полностью вылечить от онкологических заболеваний до 75% заболевших детей. Все собранные средства будут направлены на строительство нового корпуса хосписа. Артем Тупичкин, Ленардо Влитяров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас в социальных сетях и не пропускайте новые выпуски в Универньюз. Еще увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok